Немедленно освободить журналистов и наказать виновных в нарушении их прав потребовали сегодня в Госдуме. Депутаты убеждены, истинная причина ареста в том, что украинские власти боятся свидетелей своих преступлений. В эти дни набирает обороту акция в поддержку наших коллег, петиция с требованием отпустить их даже на сайте Белого дома. Но вот в России, как всегда, нашлись и те, кто сочувствует не нашим репортерам, а киевским спецслужбам. Подробнее Дмитрий Петров. Киевские силовики пытаются убедить всех, что именно российские репортеры корректируют стрельбу из противотанкового ракетного комплекса «Метис» по позициям украинских военных. Практически сразу реагирует эхо Москвы. На официальном сайте появляется гневная статья за авторством некоего Александра Горобца из Киева. Себя он называет журналистом, а россиян – пособниками убийц. Голос за кадром оператора телеканала, который, как нетрудно догадаться, на поле боя при нападении уголовников российского спецназовца «Стрелка». На бойцов Национальной гвардии Украины корректирует огонь террористов и фактически командует боем. Радуется тому, что один из выстрелов по его наводке поразил живую мишень. Чья-то мать получит похоронку. Казалось бы, скандал на всю планету. Российские репортеры взяли в руки оружие. Но правда оказывается совсем иной. Военный корреспондент комсомолки Александр Коц рассказывает, как на самом деле появилась эта запись, как она оказалась у коллег с «Лайф-Ньюз» и кому принадлежит голос за кадром. Это видео было снято командиром одной из групп ополчения, позывной «Моторола». Дело в том, что мы с этим человеком, пока я несколько недель находился в Славянске, встречались чуть ли не каждый день. Он постоянно снимал что-то то на видео, то мы цепляли ему на шлем камеру GoPro. И он уходил на свое боевое задание, куда журналистов они не брали ни разу. Журналисты «Лайф-Ньюз» к этой видеосъемке и именно журналисты Олег Сайченко и Марат Сидякин не имеют никакого отношения, просто потому, что Олег с Маратом работали в Краматорске, а вот эта группа выезжала на боевое задание из Славянска. Это очередная попытка нарисовать образ пособника террориста из российского журналиста. Руководство «Лайф-Ньюз» объясняет, в момент, когда снималось это видео, их группа находилась в 15 километрах от данного места. Голос, который за кадром, принадлежит ополченцу. Он действительно ведет этот бой, но это ополченец. И наши коллеги, журналисты, уже это доказали, выложив голос этого же человека в другое время, когда он точно так же вел бой, корректировал огонь и так далее. Более того, мы в ближайшее время запишем этого человека и покажем его, собственно, самого. «Эхо Москвы» без всякого сомнения публикует непроверенную информацию. Гендиректор «Лайф-Ньюз» Ашот Габрелянов расценивает это как чистой воды предательства. Когда твои коллеги находятся в плену, когда находятся в плену у террористов, делать заявление, обвинять их в террористической организации, российское СМИ в лице «Эхо Москвы» и конкретно Алексея Всяча Венедиктова, я рассматриваю это как скотство и предательство страны. Я считаю, что люди, которые обвиняют своих же друзей и коллег в террористическом терроризму, это люди, которые недостойны жить в стране с такой богатой историей, это люди, которые недостойны называться журналистами. Это просто предатели страны. По-другому, иначе как мразями я этих людей назвать не могу. Это заявление делает украинская власть, профильные органы, это заявление делает американские спецслужбы, госдепортамент США. И «Эхо Москвы». Три ресурса делают такое заявление. Значит, я делаю, что они работают вместе. «Эхо Москвы» в чистом виде является представителем иностранного влияния, причем военной компоненты. То есть в случае нападения на Россию, не дай бог, военного, «Эхо Москвы» будет теми власовцами, которые будут бить в спину наших солдат. Депутат Евгений Федоров, который накануне объявил об опасности создания пятой колонны, уверен, эта информационная атака направлена против России. Парламентарии считают, это была намеренная провокация украинских силовиков, которые не хотят допускать репортеров в места проведения зачисток. В заявлении, которое принимает сегодня Государственная Дума, депутаты требуют немедленно освободить журналистов Live News и наказать виновных в их незаконном задержании. «Эхо Москвы» спешит опубликовать на сайте что-то вроде «извинения» за подписью Венедиктова, мол, публикация блога Александра Горобца была преждевременной. А глава Чеченской республики со всей кавказской дипломатичностью просит Киев отпустить журналистов. Я как гражданин России, как госслужащий, как солдат российской армии, так скажем, кто потребует наказывать тех людей, которые совершили это преступление. Ну а американскому послу об этой позорной истории теперь будет напоминать плакат в поддержку коллег, который журналисты Live News развернули прямо напротив известного желтого особняка на Новицком бульваре. Дмитрий Петров, Вести. Вообще, если изучить сайт «Эхо Москвы», то можно легко заметить, что редакционная политика этого СМИ по украинским событиям вполне себе перекликается с официальной позиции Вашингтона и Киева. Что мои данные власти, что боевики правого сектора в программах радиостанции выглядят вполне себе респектабельно. Даже часто та же терминология, как у Джейн Псаки из Госдепа, которая не замечает многочисленные видеокадры преступлений легализованных бандитов.